В Боевом Континенте 2 отдали дань уважения первой части. Прежние поколения монстров Шрека всё ещё остаются легендами спустя 10 тысяч лет. В Академии поставлены памятники Тан Сану, Ся Ву и остальным монстрам Шрека. Также уделили внимание учителям того времени. Увековечили память о великом мастере Лю Эрлон и директоре Флендере. Очень приятно, что спустя 10 тысяч лет все знают о прежнем поколении монстров Шрека. Их всех считают героями. Также сохранилась история о новом морском боге Тан Сане, который принёс победу Небесной Империи. В этом трейлере старое и новое поколение монстров Шрека находится в одном кадре. Нынешним талантам Академии есть на кого равняться. В этот раз много внимания уделили главному герою Хо Юй Хао. Он и Бэй Бэй будут сражаться, прежде чем станут хорошими друзьями. Точно так же, как в своё время Тан Сан и Дай Мубай. Бэй Бэй с духом тирана-дракона Синей Молнии очень силён. Он капитан монстров Шрека. Битва с ним точно будет захватывающей. Хо Юй Хао противостоял огромному величественному дракону в небесах. Они вместе проходили через звёздный лес. Сначала Хо Юй Хао был один, но после встречи с Бэй Бэй и Тан Я, они путешествовали вместе втроём. Просто Хо Юй Хао повезло больше. Войдя в лес, он сначала встретил духовного зверя миллион лет, ледяного шелкопряда. И только после слияния с ним повстречал своих друзей. Хо Юй Хао относительно молод, и он типичный младший брат Бэй Бэя и Тан Я. Благодаря заботе старших, Хо Юй Хао смог легко добраться до Академии Шрека. Они быстро установили дружескую связь, и после некоторых приключений, они втроём наконец прибыли в Академию Шрека. Можно заметить, что спустя 10 тысяч лет, Академия стала ещё больше, и даже ворота выглядят величественнее, чем в прошлом. Кажется, это место стало процветающим учебным заведением для юных мастеров со всего боевого континента. Новая Академия Шрека и правда стала более внушительной. Её территория сильно разрослась. У входа находятся статуи из семи монстров Шрека. Здесь и Ся Ву, и Джу Цин, и Махан Дзюн, и Дай Мубай, и Нин Рон Рон с Оскаром. А позади всех, по центру, находится Тан Сан, ставший морским богом и асурой. Также некогда золотой железный треугольник показан в виде статуи, ведь они основали Академию Шрека. В то же время Тан У Тун, главная героиня, изменила своё имя и фамилию, чтобы появиться как Ван Дун. Когда Хо Юй Хао впервые увидел Ван Дуна, он был поражён его внешностью. Он никогда не думал, что в этом мире может быть такой красивый мальчик. Но мы-то знаем, что это была замаскировавшаяся Тан У Тун. Они стали хорошими друзьями, вместе учились, играли, катались на велосипедах и проводили много времени в Академии. Судя по трейлеру, Хо Юй Хао очень хорошо ладил со своими друзьями и учителями Академии Шрека. Но он питал в своём сердце глубокую ненависть, и эта ненависть была связана со смертью его матери. Стоит отметить, что боевой дух Хо Юй Хао очень особенный. Это духовные глаза. В отличие от фиолетового ока Тан Сана, глаза Хо Юй Хао выглядели по-другому. Это мутировавший тип человеческого духа, который является редким явлением. Мутация духа происходит на глазах. Это позволяет пользователю более чётко воспринимать окружающий мир и замедлять восприятие времени. У Хо Юй Хао два серебристо-белых глаза, появившихся после мутации, и впоследствии они эволюционировали. Например, позже он получит пробуждение золотого уровня. Более того, Хо Юй Хао родился с тонкими кровеносными сосудами и слабым телом, поэтому ему было нелегко стать мастером. Тан Сан в первой части отправился в звёздный лес, чтобы охотиться и убить первого зверя, которым была дурманящая змея. А первое кольцо Тан Сана в миллион лет пришло от глубоководного короля китов, когда он был титулованным. Однако с Хо Юй Хао всё иначе. В самом начале он получает духовное кольцо возрастом миллион лет. Этот зверь ледяной шелкопрят. Хо Юй Хао ласково называл этого червябратом, потому что они действовали сообща. Хо Юй Хао, конечно же, скрывал своё истинное кольцо и говорил, что его первое кольцо получено от десятилетнего зверя Бабуина. Также нам показали сцены Тан Сана и Сяаву. В прошлом видео мы говорили, что они находятся в Божественном Царстве и обсуждали дела на Боевом Континенте. Где-то рядом с ними находится их маленькая дочь Танутун. Интересно, что Сяаву сидит с поднятыми коленями, как будто задумавшись. А Тан Са носит свой традиционный костюм двойного бога. Наполовину Асура, наполовину Морской Бог. Как мы видим, Божественное Царство – очень красивое место, с живописными пейзажами. Судя по трейлеру, нас ждёт много интересных событий и приключений новых героев. И самое главное, не забывайте о персонажах первой части. Эта связь прежнего поколения монстров Шрека и нового очень гармонична. Спасибо большое за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему, будет ли новая команда монстров Шрека такой же великой, как предыдущие. Подписывайтесь на канал и всем пока.